При проведении блокад в области параретабельных зон мы должны ориентироваться на наличие триггерных точек то есть там, где у человека беспокоит боль куда он показывает или при выявлении болевых точек что врач обычно достигает пальпации часто обычно бывает в любом участке этих зон можно найти болевые точки и в них стараемся попасть в боль стараемся ориентироваться именно на болевые зоны так эффект более стойкий, более надежный Блокада суставов Блокада суставов делается обычно при артрозах чаще всего, реже при воспалительных заболеваниях артрита, здесь уже к лице надо смотреть, нет ли реактивного процесса нет ли повышения местной температуры нет ли, так сказать, разрушения окружающей ткани в частности при рематоидном отрете здесь уже нужно все-таки это лечение проводить совместно с рематологом или оттопедом ну, что касается артроза здесь используется тоже состав медикаментов к примеру, возьмем коленный сустав нужно будет тогда перевернуть наш макет на спину так, значит, заворачиваем чашечкой сверху, да? да, вот у человека гоноартроз то есть, артроз коленного сустава мы ищем пальпаторно наиболее болезненные точки смотрим у человека, да вот чаще всего используется блокада с наружным доступом на более, так сказать, надежное менее травматичное наиболее просто выполняемое используется игла обычная обычная шприца подхожная или внутриморочная тот же принцип обрабатываем йодом, потом спиртом данную зону пальпируем пальцами ищем надколенник одна рука поддерживает с наружной стороны нога а вторая рука пальцами надвигает надколенник на себя и берем шприц как говорится, можно сначала одну иглу ввести можете со шприцом вместе и иглой, как говорится пытаемся найти щель между надколенником и костью подлежащей обычно берется не в самый центр на колене, а чуть выше и когда игла попадает в полость сустава проваливается через небольшое препятствие мы оказываемся в суставе и уже можно в этот момент ввести полностью наш раствор перед тем, как войти в сустав мы тоже припускаем немного раствора препарат чтобы обколоть рядом ткани если сразу вводить иглу туда до конца будет больно надо обезборить окружающие ткани тогда уже по мере продвижения иглы мы облегчаем себе эту работу надо же прям в сустав вводить? еще такой момент бывает иногда у людей определяется бурсит допустим когда есть такая флюктуация то есть такой как будто поруженирование мягких тканей вокруг сустава или когда мы допустим в воде иглу со шприцом делаем аспирационную то есть пробу оттягиваем поршень шприца на себя появляется такая жидкость желтоватая прозрачная тогда предварительно нужно снять шприц раствором отложить ее в лоток и взять пустую шприц игла остается на месте мы отсасываем вот этот эксудат то есть этот выток который находится в этой сумке это получается синовиальную жидкость отсасываем? нет не синовиальная жидкость чаще всего это жидкость которая просто скапливает за счет воспаления ткани выделяет такую воспалительную жидкость там синовиальная может быть но она имеет низко отличающий состав сукровица сыворотка крови в зависимости того что если была травма колена значит там может быть сукровица здесь мы рассматриваем не травматическое повреждение а просто хроническое воспаление здесь обычно выделяется такая светло-желтая жидкость мы должны отсосать полностью пустым шприцом когда мы отсосали эту жидкость берем снова шприц с раствором и вводим указанную зону через ту же игру весь оставшийся раствор момент такой еще что после блокады зона обрабатывается спиртом и наклеивается пластырь или можно сетерина сверху пласты фиксируется где-то часа на два после каждой блокады должен быть покой порядка час полтора так а вводится какая глубина здесь получается ну все зависит от толщины ноги больного подкожные клетчатки мышц бывает если нога худая достаточно чуть больше половины может войти бывает даже половина если человек худой нога полная тут по конюле по самому по сносу свою часть вводится легла целиком обычно хватает такой длинный и сколько там получается кубиков обычно где-то 5 7 миллилитров раствора 5-7 миллилитров ничего себя это блокада называется и насколько ее хватает это артроз получается мы рассматриваем артроз хватает по-разному бывает два дня бывает неделя бывает месяц все зависит от стадии процесса человека от образа жизни если он такой ведет активный образ жизни скажем так не соблюдают любительный режим чрезмерно бегает прыгает то блокады хватает не надо спортсмену любят перед соревнованиями часто приходится повторять эти блокады вводить уже после этого то что я сказал не то смысле чем а уже хондропротектор препарат хондритинсульфат кулькозамин вот такие больше этим занимаются термотологи ортопедов для того чтобы вас портить синагогольную жидкость сергей 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 прости говорил про артрит это не получится да при артрозах можно артрит лучше тоже делать с облакады но это лучше делать под контролем ревматолога потому что там ситуация немножко другая там может быть разрушение сустава уже выраженный стопороз вокруг сустава то что может быть препятствием для частого видения гормонов потому что гормоны могут провоцировать имеющиеся или усиливать имеющиеся стопороз разряжение кустой ткани там может быть отечность которая если выражен отек сустава тут уже блокады делать нельзя нужно сначала снять воспаление но это там используются препараты глюкокортикоида только внутрь используются иногда препараты НПВС курс пройти нужно снять отек воспаление физиопроцедуры поэтому на острые ситуации когда сустав красный горячий блокады делать не стоит потому что мы услугим проблему ну отдельно еще можно сказать про внутрипостные блокады они являются как бы такой в той ситуации когда они помогают предыдущие допустим мы сделали парольтербральные блокады боль сохраняется как говорится или ее выходит на короткое время мы допустим сделали блокады фасечных суставов то что я не упомянул но это тоже свои детали есть когда мы вводим иглу непосредственно к лица суставы между двумя соседними позвонками вот они находятся да вот здесь их лучше делать по рентген контролю если есть такая возможность то что попасть в сустав сложнее чем просто вести иглу парольтербральные ну конечно все это находится да и лекарь с иголочкой так водить 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 стараясь до 7 момент провалилась в такое небольшое пространство но это более горизонтально надо делать но это дело с их положения на боку или может делать на животе да но с учетом направления щели фасеточного сустава потому что щель вертикальна прямо уколом спину не попадешь да ну что касается внутрикосный блокад они были разработаны у нас в России профессором сокол у него имеется диссертация на эту тему блокад заключается в том чтобы создать депо препаратов губчатые ткани кости надо же когда у нас допустим ситуация когда мы проводили пары табральной блокады мышц отмечных тканей все это быстро выводится с организма препарат элиминируется в кости она как бы депо вот этих средств то есть получается сама боль в мышцах либо в нервах а кости она является как бы хранителем и организм потихонечку оттуда подсасывает да вещество понемногу интересно принцип набора из смеси лекарств похожий только часто здесь еще добавляется папавирин или ножпа для того чтобы если человеку вывяжена из сплаза мышц постоянно будет подсасываться препарат ножпа который является мериалоксан допустим у человека стойкие ночные боли плохой сон мы добавляем димедрол он является антигистамином седативно успокаившим препаратом ну и тот же гормон дексаметазон или кинолог тот же новокаин привод переносимости значит смысл какой сначала новокаин чистого новокаина обезволю мягкие ткани до надкостницы допустим очень часто при боли в костнице используется задняя верхняя воздушная ось находим болевую точку обычной короткой иголочкой вводим туда раствор шприцом обезболили потом корица локаин прям в кость нет не в кость до кости до надкостницы не касаясь как говорится непосредственно там уже очень короткая буквально 2 мм зависит наша цель пока не войти еще в кость мы должны подготовить ткань окружающая к дальнейшему к отсоведению препарата длина иглы подбирается от толщины подкожной клетчатки и мышц если человек полный то берется игла опять-таки спинальная если берется игла уже толстая если человек худой берется обычная игла внутримышечная или подкожная но желательно использовать иглу потолще они продаются отдельно для кости потолще но длина та же потолще где-то полтора миллиметра берется эта игла для меня удивительно прям в кость вкалывать шприца вводится в ту зону куда делался предыдущий укол игла достигает надкостницы и мы под давлением начинаем ввинчивать под напором в кость саму или продавливать или ввинчить но я люблю больше ввечи чтобы корице она не сломалась и на какой-то момент игла проваливается в губчатую ткань кости здесь очень важно чтобы она стояла перпендикулярно вести к коже и в случае правильно попадания иглы в губчатую вещество в кости она не шатает стоит четко ровно твердо и появляется из конюля кровь или такая желтоватая жидкость ну как бы костный мозг мутная жидкость это говорит на том что мы попали в нужную зону да даже костный мозг костный мозг человек это терпит все ну человек конечно это больно но не так чтобы корица это было нестерпимо ну не больнее чем удаление зуба скажем так после этого берется шприц с раствором который мы набрали подсоединяется к этой игле этим шприцом мы оттягиваем на себя поршень в шприц поступает кровь из кости мы шприц снимаем с иглы и где-то в течение минуты шприц подсоединяем 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 в иголках спиналях есть такой мандарин вот эта вот розовая головка то есть как бы игла в игле это как штуцер вставляется в иглу как шампул для прочищения и введя вот этот мандарин в иголку свою мы начинаем проталкивать прокручивать ее подлинненькую иглу обычно это помогает эта костная стружка переуходит или как-то она сдвигается и проходимость иглы восстанавливается и только после того как проходимость иглы восстановилась мы вводим как я уже сказал есть эта смесь аутокрови собственной крови с препаратом медленно под напором вводим кость саму вводим достаточно медленно у человека может появиться металлический вкус во рту такая особенность следим за состоянием его в окружении не было тошноты какой-то боли в сердце и после этого иглу аккуратненько вынимаем протираем спирт спиртовой ваткой и накладываем асептическую повязку человек где-то в течение часа лежит часа боли которые не были купированы при пароэльтабральных блокадах эпидуральных блокадах но я еще пока не рассказал достаточно уходит на долгое время или по крайней заметно уничтожаются вводить можно в любые большинство костных выступов гостистые отростки можно вводить гостистые отростки даже кость плеча ничего себе можно вводить вертелы большой вертел то что выступает то что можно легко проникнуть углы поверхностно уничтожаться по головку уничтожаться тогда еще раз это при каких случаях в случаях те когда стойкие боли когда боли стойкие у человека ничем не снимаются да не снимаются ни стероидным противоспалительным средствами ни обычной блокадой ни мануальной терапией массажем это как бы средство крайней а диагноз какой диагноз тот же может быть тот же артроз тот же может быть грыжа диска с корешковым синдромом тот же что можешь сказать к примеру слабость на фоне грыжа диска слабость в ногах ну все мы сняли боль а человек ощущает слабость в ногах не идут значит это с целью мы вводим допустим в зону вертелов или в зону воздушных остей препараты типа прозерент который улучшает усилить мышечность проводимость нервы ипульсов нервные волокна чтобы улучшить питание как говорится от мышц и функцию ходьбы человек восстановился а плечо-лопаточный период ажтрит ну обычно при нем редко используется это благо для того что лечится ну и главу вот я знаю вот сюда вот вводится сюда здесь три доступа плечевой сустав не только плечо-лопаточный ажтрит тоже артроз может быть импижный синдром так называемый когда поражаются эти мышечные мышечные сухожилия надосная подосная мышца дельтовидная мышца вводится обычно из трех точек но самое наиболее удобное это латеральная боковая зона мы находим наиболее выступающий участок криминального криминального конца лопатки и головку плеча и вот кольца берется обычная игла длинная не нужна обычная кольца вводится кольца в эту зону игла должна не взять что она провалилась по крайней мере чтобы не было ощущения какого-то такого упора при котором нельзя вести препарат в среднем на больше половины иглы бывает достаточно для введения главное чтобы гладь не упиралась в кость и вводим ростов или можно задевать это тоже в сустав получается это вводится около суставной сумки по разным авторам некоторые авторы не рекомендуют вводить непосредственно в сустав иглу ростов некоторые считают что это нормально опускается бывает достаточно просто вести крыльца в ткани окружающей сам сустав передний и задний доступ существует здесь есть такая эпидуральная каудальная блокада она используется в случае когда не помогла у нас блокада паравитобральная грыжа диска с болями в ногах когда человек трудно ходить лежать боли сохраняются мы отнести на обычных положениях или на бакуле на животе человек лежит если расположение на бакуле лежит на стороне где имеются боли мы отыскиваем как человек согнут в позе эмбриона пальцем ищем рожки нижней нижней отдела крыса уходы для наглядности положим боком да но бок у нас не получается скелет тогда можно использовать вариант как говорится подложить подушку подложить до положения подушек максимально приподняв область таза вверх то есть две таких крупных подушки бывает достаточно и вот в этом положении облегчается доступ в эпидуральный канал находится между крисом и копчиком эпидуральный канал там где конский хвост вот эти волокна его то есть над твердой оболочкой эпиль эпиль над значит мы не можем пройти спинной мозг потому что он где-то заканчивается на уровне L2 позвонка здесь она в принципе травматизации быть не может L2 заканчивается вот тут получается заканчивается спинная мозг и дальше пошел конский хвост да здесь он плавает в этой спинной мозговой жидкости и практически не достигает этого уровня ну а можно же и вот тут укол сделать здесь делать неудобно доступ более сложный попасть в этот участок достаточно проблематично здесь нет такого отверстия здесь такой имеется небольшой как кошка маленькая щель которая покрыта перепонкой подкожей мы используем обычно берется два шприца 20 граммовых один шприц наукаин дексаметазон гормонолик и другой шприц наукаин витамин В12 нашли зону между копчиком и крючком ориентируясь на эти отверстие порожки так называемые изолируем задний проход сюда в задний проход заставляется тампон чтобы не испачкать операционное поле не испачкать чем? кругу лукавые массы все такое чтобы все тут было тщательно протираем йодом тщательно протираем спиртом и сначала делается при медикации то есть обезболивание предварительно перед блокадой берется шприц сначала с новокраином ну 5% и вводится где-то ну 1-2 миллилитра в зону будущей блокады коротенькой иголочкой инсулиновой потом иголочку это вынимаем берем уже иглу обычную подкожную внутримощную и под углом сначала вводим иглу где-то порядка где-то может играться в 70 ввести и после этого наша цель попасть вот туда и когда игла наша утыкается в надкосницу с другой стороны позвонка мы направление иглы меняем на более острый угол пальцы наши фиксируют эти овушки чтобы игла не скачала и игла практически идет почти параллельно остистым отросткам где-то примерно таким углом и далее мы иглу продвигаем поглубже но можно вести практически на всю длину на 3-4 сантиметра туда и начинаем подключать подводим шприц подключаем к этой игле и аккуратненько вводим очень медленно этот раствор важно следить чтобы не было выбухания раствора под кожей то есть игла выскочила из данного канала и не было того что подаваемый раствор не шел то есть игла уперлась в кость и мы не можем ничего сделать надо поменять ход иглы если поступает в углу спинномозговая жидкость значит блокад надо прервать потому что это уже нежелательный текст ну ты говоришь в спинномозговой канал мы прям в эту жидкость да? ну по сути да втыкаем но это же ликвар получается ну это ликвар да здесь не настолько же вещества много мы будем чтобы как-то поменять биохимический состав ликвара да и вводим поочередно два шприца очень медленно один и второй где-то 40 мл за одну процедуру 40 мл? 40 мл да наукаина 4 кубика да с B12 с гормоном наукаина после этого иглу вынимаем обрабатываем спиртовым раствором и накладываем повязку человек лежит в кольце да серьезно минуты две на животе потом перекладывается на больную сторону допустим на правую сторону лежит где-то около часа на больной стороне серьезно и необходимость повторяется где-то через 4 дня ну вот эти случаи тогда когда они помогают скажем обычной блокады пары жетебральной корешковой что я говорил про интеркосную то есть это совсем прям в сложном случае тоже касается да эпидурали но интеркосная она еще более такая сложная еще более показано в тех случаях когда в броевые сыром сохраняется особенно в каких-то участках тела допустим мы сняли бой в позвоночнике у нас сохраняется бой в номер в ноге мы делаем делаем是的 блокады делаем горшевидно мышцы корешок подуш сустав болaat сохраняется тогда мы уже используем более локальную интеркосную блокаду ближе к цели к месту боли. Вот наиболее близкие места. Это в ноге большой вертел или надмышелок. Бедренные кости или маловерцовые кости. Если боли локализованы, где-то в нижней части бедра или в верхней части болени, то есть ближе к эпицентру боли. Надмышелок – это вот этот. Вот от надмышелки и отмышелки. Получилось сбоку. Надмышелки мы вводим сюда, если они доступны к пальпации. Или в головку маловерцовой кости. Бывает, что если боль, например, беспокоит на области голеностопного сустава, нижней трети болени, тогда мы вводим, в лодышку можно ввести. Это вообще больно, наверное. Ну и отдельно блокады существуют при, к примеру, подагре. Не при подагре, а при препятственной шпоре. Препятственной шпоре. Когда идет осификация связки подвошенных мышц, непосредственно вводится игла со боковой стороны ноги, стараясь продвинуть ее в сторону. Вот, к примеру, здесь у нас шпора находится. Болевая точка. Игла вводится туда, в сторону этой шпоры. Растор тоже. Не в кости, а в мякой ткани. Вот на границе между грубой кожей подошвой и тонкой кожей стопы. То есть на этом уровне. Подается тоже растор. Расшается вот такими движениями веерообразными. А, не шпор. Да. Кольца шпоры. И часто боль уходит. Шпоры вот на этой кости. Ну, например, да. На этой кости. Ну, к примеру, да. На этой кости. Ну, к примеру, да. На этой кости. Да. Вот шип иногда видно в некоторых. При рентгине. Ну, так вот. А что? Блокады разные. Не во всех я сказал. Кольца. Лечите свои боли. Суставы, спину. Кольца. Головные боли. Вы не справляетесь с теми, теми способами, которые вы используете сами. Или, там, Амриконавол. Обычный врач в поликлинике. Тогда нужно обращаться к человеку, к специалисту, который... К специалисту, да. Да. Проводит данные блокады. В таких ситуациях, обычно, он вам сможет помочь. Ну, еще раз скажу, что блокада, это не самостоятельное лечение. Это желательно проводить ее вкупе, совместно с другими видами. С мануальной терапией, с рефлексной терапией, с медикаментозной лечением все ЛФК. И только в этом случае мы можем достичь более полу такого патогенетического эффекта и улучшения состояния больного. Спасибо за внимание. Сергей Сергеевич, вот еще один вопрос. А можно на доске написать перечень, который необходим для одного приема блокады? Перечень препаратов. Препаратов, которые мы смешиваем. В некоторых случаях было наукаин отдельно. Да. Обкалываем. Вот используется анестетик. Это общее название препаратов. Анестетики. Это у нас новокаин. Ну, наиболее удобно это 0,5%. Количество новокаина мы используем от того объема, который необходимо навести на данную процедуру. То есть, допустим, надо взять одну зону, например, зона головы, там две-три точки достаточно, где-то 5 мл. Одна ампула. Если нужно охватить шейную зону, грудную, тогда иногда приходит использовать 20-30 мл. лидокаина. То есть, тогда уже не скамбук, не скрываем. Но я просто пишу, что то, что нам необходимо, это препарат будет. Или лидокаин. Или то, или другое. Зависит от того, что человек переносит. Потому что бывают аллергии на один препарат, а переносимость хорошая другого. Я слышал, что еще по длительности не отличаются. Лидокаин где-то полчаса действует, а новокаин час-полтора. Практика показывает, что примерно одинаково. Просто лидокаин может спорить тогда, когда, допустим, нам сделать нужно одна-две точки. Например, если человек переносит, то другой препарат хорошо. Ну, чтобы не покупать целую упаковку новокаин, то можно лидокаин еще использовать. Дальше используется глюкокортикоид, это гормон глюкокортикоид. Самый частый – это дексаметазон. Или дипроспан. Специалист считает, что дипроспан более эффективен. Ну, дежурнал дороже, да. Дипроспан многих на слуху. Не знаю, дипроспан. Ну, когда человек, скажем так, не особо имущий, дексаметазон тоже, в принципе, как альтернатива. Ну, а дальше уже, как говорится, по необходимости. Часто добавляют, как говорится, витамины группы В. Обычно витамин В12. В12. Ну, здесь, кажется, стандартная доза 1 литр. Больше не нужно на процедуру. Ну, это мельгаммы можем купить, да? Нет. Именно один витамин В12. Мельгамма – там комплекс витаминов. Там В1, В12, В6 или докаин. Это уже для инъекций внутривущих, короче. И по показаниям миорелаксанты. Это эриспазмонитич, можно сказать, это типа ножка. Димедрол – препарат седативный, то есть успокаивающий антигистамин, то есть противоаллергический. Димедрол. Димедрол противоаллергический, да? Да, димедрол. Вот основные компоненты блока. Самые частые, которые используются. Иногда используются эуфилин, как сосудорасширяющий. Иногда используются мой один. Медокал. Но их обычно редко добавляют в смеси. Вот эти самые распространенные вещи. А вот в качестве анестетиков диклофенак, например? Нет, диклофенак – это не анестетика. Анестетика – это, честно, обезболивающая пара. Вот на украине. Это основа блока. Мы обычно на его основу накладываем другие вещества и средства. Дикойкортикоиды, витамин В12. Ну, что и дидрок. НПВС, типа диклофенак – это уже не анестероидные противополитные средства. Их обычно вводят в виде инъекции внутримышечно. Ну, а обычные уколы. То, что нам делают – это приконник. Оку там открыться. Похожие места. Иногда используются ксифокам. Препарат, то есть такой ксифокам из этой группы, который вводят тоже параэктобрально. Но это только пока еще на стадии испытаний. Еще не доказывают эффективность его введения. Иногда вводятся средства уже отдельно от анестетиков. Это хондропротекторы. Препараты, которые сохраняют и в какой-то мере восполняют утраченные хрящи суставы. Это Алфлутоп. Это хондроэтинсульфат. Но это уже используется обычно ортопедовыми травматологами. Это локадо делается уже после того, как мы сняли воспаление, отек, уменьшили боль. После этого только вводим препараты хондропротекторы. С них начинать не нужно. Ты говорил, что витамин В12 отдельно. То есть все это в одном шприце можно, кроме витамина В12? Нет, витамин В12 не рекомендуется смешивать вместе с гормонами. Если вы, допустим, хотите ввести блокаду. За одну блокаду сделать и витамин В12 и гормон. Просто вы берете два шприца, в которые набираете навокаин и гормон, а другой шприц навокаин и В12. А ножку и димедру? Ножку можно добавить в любую шприц. То есть два шприца. Ну вот два препарата, витамин В12 и гликортикоиды. Основная часть, большинство авторов, врачи, они не рекомендуют смешивать. Так, все понятно. Ну, что касается показаний и противопоказаний, я еще не сказал. Показания это, еще раз повторю, что это острое лекарство. Некупируем боли в мышцах, суставах, корешковых, радикулярных средствах при грыжах. Это головные боли напряжения. Когда мы являем болевые точки в области головы или краниальных мышцах. Или обострение хронических заболеваний той же локализации. Противопоказания это лихорадочное состояние. Это общее крыльцо. Ослабленное состояние больного. Острое, там ситуация инфаркт, инсульт. Местные какие-то кожные процессы. Там экзема, псориаз. В эти зоны мы вводить не должны. Препараты нарушают целостность кожных покровов. Ну и непереносимость препаратов, естественно, тоже надо учитывать. Она спрашивает, что вы не переносите. Так, чтобы не было инфарктического шока. Все нужно быть готовы к негативной реакции стороны организма больного. Может быть потеря сознания. Может быть тахикардия. Может быть сыпь. Ну, здесь уже все это прерогатив врача. Уже он врач должен в случае какой-то нестандартной ситуации оказать скорую помощь уже непосредственно рядом с больными. Ну, на этом закончим. Все понятно, да. Спасибо. Очень интересный рассказ. Спасибо за внимание. Да. Сергей Сергеевич Звягин. Да. Сергей Юрьевич. Ой, Сергей Юрьевич. Да. Извиняюсь. Сергей Юрьевич Звягин. Врач-невролог. Врач-невролог. От души благодарю. Все. До новых встреч, дорогие друзья. Сергей Юрьевич. Сергей Юрьевич.